Доброе утро всем любителям путешествовать! Меня зовут Александр Царенко, и это специальное видео для таких ребят, которые перед поездкой любят просчитать всё, почитать все отзывы, посмотреть все обзоры. И сейчас будет обзор на отель Marbas, который находится в посёлке Ичмелер, рядом с Мармарисом. Сейчас 6 утра, сходит солнышко, сегодня 22 июля 2021 года, и я вам всё покажу, расскажу, а вы рассуждайте, как вам. Первое, что хочу сказать, если вы неопытный путешественник, как я, и выбираете между Кимером, Анталией, Аланией или Мармарисом, и не понимаете, в чём разница, и куда поехать, почему Мармарисе дороже, там дешевле, разные гостиницы, вам нужно знать, что Мармарисе платят за природу, платят за эти сумасшедшие виды, платят за этот обалденный променад, по которому одно удовольствие погулять или вечером, или с утра покататься на великах. И здесь очень узкая береговая линия, так что огромных помпезных гостиниц по типу пяти звёзд на огромные-огромные-огромные территории вы здесь не найдёте. Вот, к примеру, Marbas, пятиэтажный маленький отельчик с одним бассейном, с одним ресторанчиком и одним баром, но мне этого достаточно, не знаю, будет ли достаточно это вам. Все-все гостиницы в Мармарисе невысокие, не больше пяти этажей, это связано с тем, что здесь частые землетрясения. Мы, конечно, их не застали, но нам так хитро сказывал. Поэтому, и также, чтобы сберечь эту природу, власти не разрешили здесь застраивать огромные гостиницы, вырубовать леса, а разрешили только застроить береговую линию маленькими отельчиками, что и даёт такое незабываемое ощущение, что вы находитесь не в Турции, а в какой-то другой сказочной, дорогой, заоблачной стране. Здесь ресторанчик с такой вот замечательной террасой, с видом на море. И также столики на улице, чтобы покушать. Тоже с прекрасным видом. Это единственный бассейн в Мармарисе, кому это важно. Есть шезлонги возле него. Это для деток маленький ещё бассейн. Вот променад, набережная Мармариса, которая простегается на все 9 километров до самого Мармариса. То есть, повторяю, мы находимся в посёлке Чмелер, и так, и так, и типа набережной, 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 набережной. И вон далеке виднеется сам Мармарис. Можно взять велики на прокат, что мы и делали, и получить незабываемое ощущение кататься на великах с видом на прекрасное море. Вот уже и солнышко сходит. Сейчас я вам показываю собственный пляж Марбаса. Он находится через короткий променад. Все пляжи Ичмелера и Мармариса находятся через короткий променад, маленькую пешеходную улицу. То есть, тут первая линия своеобразная. Нигде вы не найдёте отель прямо на берегу моря. На пляже есть бесплатные зонтики, шезлонги, матрасики. Ну и, конечно же, прекрасный вид. С этой стороны и с этой находятся маленькие пирсики. Они принадлежат ресторанам. Здесь мы видим ресторан Либерти. Он принадлежит тому же владельцу, что и отель Марбас. Вечером здесь играет музыка, кушают люди. Вы можете также заказать себе столик и покушать. Самой анимации в гостинице нет. Но я повторяю, каждый вечер в ресторане играет музыка живая. Так что вы можете сидеть в своем ресторане с дьюти-фри и слушать эту музыку и смотреть на море. Итак, наш рум-тур. Заходим. Сразу у нас тут ванна. Ванна, турник подтягивается можно. Так. Всем привет, я в Барбарисе. Так. Душ, туалет. Винусенька. Вот. Дальше у нас тут кондиционер. Шкафчик. Кроватка двухспальная. Дальше вот еще зеркалка. Телевизор суперсучастный, мы будем делать всего. И балкон у нас есть. И выходим на балкон. У нас должен был просто горный вид быть. А у нас горный вид вместе с морем. Теперь покажу вам немного гостиницы. Это наша комната, 506. Находится на пятом этаже, последнем в отеле Морбас. Здесь открывается такой вид. У каждого этажа есть лифт. Но я пошел специально пешком, чтобы снять вам этот прекрасный панорамный вид. Из старых, но милых у кошек гостиницы. Вот такие коридорчики с комнатами. И с них также открывается просто сногсшибательный вид. Спускаемся дальше. Это окна на другую сторону гостиницы, где находится вход. Здесь стоянка. Также постоянно разворачиваются маршруточки. Так что вы можете выйти и сесть нужную вам маршрутку. И поехать в любой район. Или Итшмиллера. Или Мармарис. Маршрутка стоит 5 лир. 1 доллар сейчас 8 лир. 1 евро сейчас 10 лир. То есть цена относительно недорогая. Можете взять такси. Такси стоит или 7, или 10 лир за километр. Также можно взять велики на прокат. В этой гостинице мы брали велики за 5 долларов на день. Или пойти пешком. Вчера вечером мы ходили пешком. Заняло это в одну сторону где-то полтора часа. Вот лобби рецепшн. Ресторанчик. Сейчас завтрак. И выход к столикам, где можно кушать. Теперь о коротких нюансах, которые, может, кому-то интересны. О расценках и политике самого отеля. Интернета бесплатного здесь нет. Даже на лобби, на рецепшн нет интернета. Нужно его покупать. Стоит он недорого. 10 лир. Или 1 доллар с копейками на день. На одно устройство. В принципе, вы можете подождать 15 минут. И тогда включить на другом устройстве. И он будет работать. Только на первом нужно его выключить. Дальше. Интернет хороший. Ловит и на пляже, и в номерах. То есть за это можете не волноваться. Мы брали 2 или 3 раза его. Больше нам не нужно. Больше остальные дни мы катались или на экскурсиях. Или просто отдыхали от соцсетей. Потом. Поселение в 14.00. Выселение в 12 часов. Если вы, как и большинство людей, приезжают в 8 утра. И хотите заселиться раньше. Вы можете пойти позавтракать. Завтрак начинается с 8 утра. И потом пойти поселяться. Но за дополнительную плату. Если вы хотите раньше 14.00. В нашем случае, чтобы поселиться раньше, мы заплатили 10 долларов. В принципе, хорошая, приемлемая цена в сравнении с другими гостинницами. Персонал отличный. Мне очень он импонирует. Работают молодые ребята, которым нравится их работа. Которые ориентированы на хороший сервис. И если вы хороший, общительный человек, вы всегда найдете с ними общие... Продолжение следует... Сейчас прогуляемся по окрестностям Ичмелера. Где можно купить разные сладости. Сувениры и тому подобное. Вот эту лавку советую. Здесь хороший русскоговорящий мужчина работает. И можно там прикупить по хорошей цене кофе, оливковое масло, гранатовый соус, рахат лукум на развес. Они в упаковках. В общем, можете смело заходить в Ичмелере к этому славному мужчине с татуировкой на плече. Сейчас два утра. 23.07.2021 года. И вот настал этот грустный-грустный момент, когда пора поезжать с отличного, теплого, красивого места под названием Мармарис. Это было отлично. Это было фикарно. Мы хорошо отдохнули, перезагрузились. И готовы ехать. Хотя бы еще побыли недельки две точно. На этом наш влог заканчивается. Путешествуйте, отдыхайте, познавайте мир. Это того стоит. Субтитры создавал DimaTorzok